Приветствую, как установить умывальник или раковину в ванной комнате. Ничего сложного в этом нет, но я покажу на что можно обратить внимание при установке. Для начала расскажу на чем крепится умывальник. Берется дюбель, засверливается отверстие, соизмеримое с диаметром дюбеля. Вставляется само крепление, штырь на всю глубину, подтягивается ключом. Далее крепится на пластмассовом болту. Закручивается и ставится в контргайку, чтобы ничего не открутилось. Вот такая конструкция крепления к стене. Ключевое звено здесь сверло, дюбель. Диаметр должен быть соизмерен и установить его на всю глубину. Крепление будет крепиться очень хорошо. Крепление будет осуществляться на срез. Дюбель не будет выдергивать из стены, будет работать на срез. Будет его срезать вниз, будет его давить. Крепление будет крепиться в стене и давить вниз. Держать будет превосходно. Как вы можете наблюдать, дюбель я уже установил в стену. Теперь беру само крепление, штырь крепления. Так как у меня в данный момент нет ключа такого маленького размера, Я в гайки установил 2 на 1 штырь на одну резьбу. И ключ на 17, спокойно закручивает крепление в стену. Я сначала взял два ключа на 17, затянул две гайки и начал закручивать. Закручивается достаточно туго, это значит хорошо. Что я делаю дальше? Следующая моя задача установить второй штырь. В сторону штырь я буду устанавливать, когда установлю мойку на один из штырей. С помощью уровня выставлю раковину и помечу где будет находиться второе отверстие. Это отверстие у меня предварительно помечено, где оно будет находиться. Делаю. Размерку я сделал. Зачем я вам так все подробно рассказываю. Вот у меня два крепления, два штыря. Кладем уровень на них. Как можете наблюдать, горизонта здесь нет. Потому что мы раковину выставляли не по креплениям, а по верхней кромке самой раковины. О чем это говорит? То, что крепление на самой раковине, которая заводская, не является симметричным. Они просто ее делают, чтобы они были. То есть, если вы устанавливаете раковину, сначала устанавливаете одно крепление. Примеряете раковину и уже потом по нему крепите второе крепление. Потому что если вы будете стараться сначала ставить ровно крепление, а потом ставить на нее раковину, то у вас раковина будет стоять достаточно криво и это будет видно. Как вы можете наблюдать, раковину я уже установил. Первое главное условие. Раковина должна быть установлена горизонтально. То есть мы смотрим не по креплениям, а именно по верхнему краю раковины. Должен быть идеальный горизонт. Следующее условие. Раковина устанавливается на высоте от пола. Верхний край 85 сантиметров или около этого. Еще один немаловажный фактор. Когда вы устанавливаете раковину, сразу рассчитываете, как у вас будет лежать плитка. То есть плитку можно положить. Сначала прорисовываете ось. То есть центральную ось, где у вас будет висеть раковина. В каком месте она будет находиться. И от этой центральной оси мы рассчитываем, как будет лежать плитка. Плитка может лежать от центра, влево или вправо. Вот таким вот образом. Показываю вам предварительно. То есть это у нас пойдет одна плитка. Здесь пойдет подрезок дальше. Как вы видите, подрезок получается очень маленький. Это будет достаточно некрасиво. Поэтому, когда вы вешаете раковину, старайтесь вешать ее где-нибудь посередине, но с другой стороны. Таким расчетом, чтобы у вас красиво легла плитка. Для того чтобы не таскать и не примерять всю раковину, сделайте трафарет задней части раковины. Это будет вам достаточно удобно. То есть вырезается из обыкновенного картона, которого очень много. И можете ходить и примерять по всей ванной комнате, где вам будет удобно. Всех благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок